Для Анапского казачьего общества уже стала нормой ежегодная стрелковая подготовка. В этот раз проверить свою меткость пришлось из нескольких видов боевого оружия. Автомата Калашникова, снайперской винтовки и ручного пулемета. Сегодня первый день огневая подготовка. Сегодня люди стреляют. Но часть людей находится в исторических лагерях города Абинска. Часть здесь радует то, что много молодежи. Вот где он дух казачий. Вот где дух русского и казачьего народа. Обычаи, традиции, погончики, форма. Все как должно быть у мужчин, у настоящих мужчин. Мы сегодня не ловим покемонов, мы сегодня отечество учим защищать. Кубанское казачество – это яркий пример мужества и патриотизма. Участие в локальных конфликтах показало, что подготовка казаков на высоте. Но основной упор казачества делает на патриотизм и воспитание молодого поколения. Вместе со старшим составом на учения прибыли и молодые казачата. Под неусыпным наблюдением инструкторского состава юные патриоты наравне со взрослыми имели возможность пострелять по мишеням из настоящего автомата. Вместе с казаками испытать свои силы и меткость прибыл полковой священнослужитель, помощник благочинного по взаимодействию с казачеством. Как показали результаты стрельбы, с огневой подготовкой у священнослужителя все в порядке. Ведь духовный наставник должен быть примером во всем. Прежде всего надо самому уметь держать в руках оружие, своим собственным примером показывать, как надо защищать родину. И священник это прежде всего духовный наставник, но и не только духовное должно быть, но и как помощник благочинного и как наставник казачества должен показывать прежде всего свою выправку, доблесть воинскую. Кроме этого, все желающие смогли познакомиться с оружием, стоящим на вооружении армии. Казаки узнали принципы работы радиолокационной связи, тяжелого вооружения и основ химической защиты. Здесь же на полигоне были сформированы составы, которые поедут на продолжение сборов в Абинск. После проведения огневой подготовки или стрельб на полигоне 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии мы все организованно убываем в лагерь на территорию казачьих лагерей под городом Абинск, где проводятся занятия по боевой подготовке. Эти занятия включают занятия, прежде всего, по физической подготовке, по инженерной подготовке, по радиационно-химической и биологической защите, по тактической подготовке, строевой подготовке и физической подготовке. Все это являются предметами боевой подготовки с целью привития навыков казакам, чтобы они отвечали требованиям современного введения боя, были подготовлены в полном объеме, на уровне. Сборы в Абинске продлятся три дня, после чего казаки вернутся на места своей постоянной дислокации по месту службы.